Давид Шарп из Израиля присоединяется к нашему эфиру. Давид, здравствуйте. Добрый вечер, Петя. Давид, хотел бы перед нашей с вами беседой напомнить, что атаки были не только на Псков, но Псков, наверное, это самая болезненная точка на карте России. Посмотрим вместе карту давайте и вернемся к нашему обсуждению. Я такого не припомню, честно говоря. Мы ночью следили буквально все редакции за событиями. Вот количество дронов, которое приземлилось этой ночью на Российскую Федерацию. Конечно, это без территории Крыма, которая не является территорией Российской Федерации. Давид, а вот как вы полагаете, Псков, приграничный регион, можно сказать, западный форпост на Российской Федерации, а что ПВО такая дырявая? Во-первых, здесь стоит, скажем так, взвесить, а чем именно был нанесен удар? Либо это в самом деле долетели дальние беспилотники, и тогда претензии можно предъявлять классическому ПВО, либо все-таки версия о диверсантах, действующих с близлежащей территории, имеет право на существование. И пока не доказано обратное, она имеет право на существование, потому что расстояние до Пскова все-таки значительно. Это не то, чтобы была непреодолимой преградой для украинских беспилотников, но это достаточно существенный фактор. Кроме того, насколько я понимаю, свидетели, которых опрашивали, не слышали характерного для беспилотников крупных самолетного типа жужжания, не слышно никакого жужжания и на видео, которое снимали очевидцы этой ночью во время удара. Это, конечно, все отсутствие этих свидетельств не говорит о том, что не могло быть крупным беспилотником, но тем не менее. Поэтому я считаю версию о небольших аппаратах, использованных с близкой дистанции, достаточно реалистичной. Если так, то претензий к ПВО классического характера по большому счету быть не может. Может быть какая-то претензии к обороне самого аэродрома, но если там нет средств радиоэлектронной борьбы, способных подавлять все в округе, то тогда, я имею в виду все, имею коммерческие аппараты или что-то похожее на них, ну тогда это плохо. Да, это прокол. Естественно, борьба с диверсантами тоже не ведется лучшим образом, если таковые действуют вблизи важных российских объектов. Но российское ПВО классическое, давайте вернемся к нему, доказало, что оно далеко не совершенно уже давным-давно. Псков, это гораздо менее Псков или Псковская область, несмотря на то, что находится поблизости от границы с НАТО, гораздо менее защищаемый объект, или вернее не объект, а территория, чем, например, та же Москва, или, например, чем аэродром в Энгельсе, аэродром дальней авиации, в свое время дважды атакованный украинцами. Наконец, Севастопольская бухла, тоже до предела защищенный объект, но Крымский мост не атаковался еще успешно с воздуха. Я веду к тому, что украинцы неоднократно доказали возможность нанесения эффективных ударов как беспилотниками самолетного типа, с которыми у ПВО России есть проблемы, так и даже такими рзацкрылатыми ракетами в лице переделанных старых советских скоростных беспилотников, стриж громадных, которые, казалось бы, должны быть легкими целями для ПВО. Тем не менее, наносились удары успешно по Энгельсу. Поэтому у ПВО есть проблемы объективного характера. Россия огромная страна, объектов немало, всех трудно защитить, а основные силы на фронте сосредоточены. Есть проблемы сугубо технического характера и технологического, а несмотря на пропаганду и рекламу, российские системы, очень многие из них и обнаружения, и поражения далеки от самых передовых стандартов. Ну и, конечно же, есть проблема с организацией боевой службы. Знаете, если вся российская армия не проявляет чудеса боеспособности, то с чему бы ПВО быть островком благополучия? Тем более, что мы неоднократно видели, в том числе и в условиях фронта, видели, я имею в виду, буквально глазами на видео, что ПВО раз за разом не справляется. Иногда, конечно же, есть успехи, полные или частичные, но в целом во многих случаях не справляются с теми задачами, которые считалось бы, что они должны справляться. И это же касается объектов в глубине России. С другой стороны, я не отказываю российским военным, естественно, в способности учиться, делать какие-то выводы, и поэтому стоит ожидать совершенствования тактики, приемов и, возможно, каких-то использования технических средств более эффективно, чем это было до сих пор. Да, но давайте не забывать еще про то, что Псков – это такое месторождение десантников. Это те самые люди, которые были в основе ударного кулака в начале войны. Те самые люди, которые напрямую замешаны в событиях Буча, ими сейчас же пытаются заткнуть дыры, которые возникают на южном направлении Украинского фронта, Украинской войны. Давид, знаете, какой еще вопрос? А могло ли быть так, что никто не пострадал? Мы видели, как полыхало, мы видели, как рвануло. Это были такие взрывы, которых на самом деле на территории России мы, наверное, давно не видели. Вот, может быть, разве что в Энгельсе, но там картинка такая была, насколько я помню, смутная. А псковским властям ведь не впервой замалчивать потери свои. Так было еще с начала войны, еще с 2014 года. Не только псковским властям, но и в целом российским властям и российскому Минобороны не впервой замалчивать потери в живой силе и вообще потери. В том числе иногда доходит до смешного, как в случае с кораблем Оленигорский «Горняк», который чуть не утонул, а говорилось изначально, что он отразил атаку дронам. Но вполне, если подойти логически, то вполне может быть, что не было потерь. Удар, я имею в виду, в живой силе. Попадание, например, в резервуар с горючим вызывает очень серьезный визуальный эффект. Более того, попадание в заправленный военно-транспортный самолет Ил-76 тоже вызывает огромный пожар. Однако, если никто не находился поблизости, непосредственно в месте удара, а это была ночь и вполне вероятно никаких столпотворений не было, то это было, что в общем-то потерь можно было избежать. Речь не шла о взрывах, классических взрывах и детонациях, где в присутствии большого количества людей. И в этом случае могло и не быть потерь, а цели, скажем так, весьма и весьма горючие. Но мы сейчас предполагаем на ровном месте, в том же случае в Энгельсе, например, всплыли имена погибших. И поэтому, если погибшие были, есть вероятность, что о них сообщают. Уж больно тыловое место. И несмотря на закрытость, определенные источники утечек информации существуют, в том числе и Z-каналы, и родственники. Однако, теоретически, потерь могло и не быть из-за специфики места и специфики цели. Да, вот вы знаете, специфика места, еще раз хотелось бы проговорить это на всякий случай, чтобы не было никаких сомнений. Псков, запад России, приграничный регион, недалеко до Эстонии, недалеко до Латвии, недалеко до Беларуси. Как вы оцениваете, все-таки, еще раз, вероятность запуска беспилотных летательных аппаратов с зарубежья? Ну, оцениваю, как практически с зарубежья. Если считать зарубежьем страны НАТО, то как практически невероятно. Это категорически противоречит стратегии стран НАТО, идти на эскалацию с Россией. А это был бы шаг, разрешение такого рода действия, был бы шаг к прямой эскалации. Поэтому это абсолютно противоречит здравому смыслу. Я бы назвал это подобное предположение бредовым. Предположить, что, например, если мы придерживаемся версии о машинах дальнего радиуса, предположить, что они где-то пролетели на территории Беларуси, может быть вполне резонно. Не обязательно, но резонно, ради сокращения пути или обхода каких-нибудь систем ПВО. Однако мы пока не имеем подтверждения, прибегли ли украинцы к этому приему. Но в любом случае, версия о заговоре стран НАТО с целью нарушения удара по этому военному объекту в России это просто абсурд. Ну вот Давид таким образом ответил сумасшедшим пропагандистам, которые показывают в сторону стран Балтии, а некоторые пишут вовсе о том, что там среди ночи были выстрелы со стороны эстонской границы. Давид Шарп, израильский военный эксперт. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео и спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Хатарковский лайф. Это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Спасибо, что с нами.